Сейчас я хочу рассказать о том, как мне удалось удвоить свой депозит на срочном рынке в течение одного месяца. Сразу хочу предупредить, что стратегия крайне опасная и хочу предупредить, не пытайтесь повторить то, что я сделал. Если вам хоть что-то из того, что я буду говорить, будет непонятным, потому что это довольно опасная штука. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, честно говоря, я уже давно ожидал роста золота. Почему? Потому что во времена ковида Америка напечатала огромное количество долларов и раздала их населению. И они радовались, что это не приводит вроде бы к инфляции, но, как оказалось, инфляция была отложена и она началась. И я давно ожидал, что золото должно подрасти, потому что, ну, когда инфляция, это деньги обесцениваются. И что растет при этом? Ну, растут какие-то реальные вещи. Корпорации, например, перестают получать прибыль, там, так сказать, фондовый рынок падает, потому что ставку повышают непрерывно. Ну, а при этом растут комодитис. Комодитис – это то, что реальные какие-то вот товары. Это золото, зерно, нефть, газ и так далее. И я давно ожидал роста золота. С одной стороны, с другой стороны, сейчас, ну, кризис, по крайней мере. И куда вкладывать деньги? Многие вкладывают деньги в валюту. Но валюта сама по себе, доллар, как я уже сказал, он подвержен инфляции. Не бывала инфляция в Америке. И поэтому надо вкладывать во что? Ну, скорее всего, будет инфляция и в России тоже. Поэтому я решил вложиться, ну, большей частью, ну, по крайней мере, очень большая часть моего портфеля на золоте. У меня есть активы полюс золота, который растет. У меня куплено золото в чистом виде на бирже, в виде инструмента ГЛД в рублях. То есть это достаточно такие консервативные вещи. И на срочном рынке доля, надо сказать, что срочного рынка у меня где-то в районе 10% от всего портфеля. То есть я немного вкладываю, потому что это крайне высокорискованная стратегия. И я решил заработать на золоте еще и на срочном рынке. Но на срочном рынке как раз можно получить самые большие деньги. Именно на опционной стратегии. Сейчас я объясню, в чем дело. Ну, смотрите, вот сейчас вы видите график золота. Курс золота к доллару. Это трейдинг-вью, кто знает. И вот что случилось. Ну вот в 2019 году золото подросло, потом оно устаканилось. Долго было на одном уровне. Ну, в марте месяце, после известных событий, значит, вводятся всякие санкции против России и так далее. А Россия это один из крупнейших поставщиков золота, надо сказать. И что происходит? Происходит сначала резкий рост золота, ну а потом все возвращается на свои места. Как долго будет золото на этом месте находиться? Ну, честно говоря, ну она устаканилась, устаканилась, она вернулась. Но инфляцию в долларах никто не отменял. Поэтому золото должно подорожать в долларах, не только в рублях. Вот. И поэтому я ожидал роста золота. Давно ожидал, надо сказать. Еще в сентябре, вот где-то сейчас, это вот август. Ну, где-то с сентября месяца я ожидал, что золото должно подрасти. Но оно не подросло. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим, что у меня на моем счете. Вот, посмотрите. В начале года у меня на счете было 82 572 рубля. Почему 82 тысячи? Потому что в начале было 100 тысяч, и прямо честно скажу, и я понес убытки. То есть у меня где-то вот 17-18 тысяч убытка было. То есть в районе там 18% убытка по этому счету было. Почему? Ну, потому что золото, вопреки моим ожиданиям, оно не выросло. Но, тем не менее, я продолжал ожидать роста и построил стратегию именно на рост золота. Ну, что я сделал? Давайте я немножечко расскажу. Ну, смотрите. Я когда рассказывал на своем курсе по опционам людям, и прежде всего это видео предназначено для них, я очень четко показал, что самый большой рост, самую большую прибыль дают опционы. Ну, то есть если я, например, хочу, ожидаю роста золота до какого-то уровня, а надо сказать, что вот я начал стратегию эту, ну, как бы, смотрите, сейчас ноябрь, ноябрь. А, ну здесь оно вернулось. Так, декабрь. Ну, где-то вот здесь. И что я сделал? Я построил стратегию следующую. То есть я жду, что доллар вырастет, вот он когда стоил, вот примерно 1700-1800 долларов за унцию, а я жду повыше, то я что делаю? Я беру, и там, где я ожидаю максимального роста, вот, то есть он вырастет, скорее всего, досюда, я думаю, к марту месяцу, думал, то если я куплю опционы кол вот с таким страйком, они будут очень дешевые, то они дадут просто многократный рост. Но если не вырастет до этого уровня, то я потеряю все деньги. Вот так вот хитро получается. Но, естественно, я не хотел терять все деньги, поэтому я купил опционы кол вот здесь, ну и купил еще здесь. А продал, ну, совсем далеко. И вот те опционы, которые нижние, я, в общем-то, регулировал как-то и продавал их, потому что они становятся неликвидными. Давайте посмотрим на сейчас текущую позицию у меня на опционах. Короче говоря, вот они, вот, посмотрите. Опционы со страйком 1800 у меня куплены 14 штук, но в это время он был где-то еще ниже страйк. То есть я купил вот эти 14 опционов по дешевке, и золото пошло вверх. Еще раз смотрите. Смотрите, вот 1800, вот они. Я их купил, 14 штук. И у меня были проданы опционы. Какие опционы у меня были проданы? У меня были проданы опционы, ну, где-то вот 1860 страйк, 1880 страйк. Они у меня были проданы. И смотрите. Ну, золото начинает расти. Золото начинает расти. И вроде бы все хорошо, но проданные опционы, естественно, дают убыток. Купленные опционы дают прибыль. И, значит, ну, кто знает эту стратегию, это обычный коллспред. Это обычный коллспред. Сейчас я попытаюсь его изобразить. Так, загрузить шаблон. Давайте вот бычий коллспред я покажу. Вот такая фигура. Невозможно найти. Ну и хорошо. Вот такая фигура. То есть я покупаю на нижнем страйке, продаю на верхнем страйке. И у меня максимальный рост вот на этом промежутке. Но он ограничен. Рост ограничен и убытки тоже ограничены. Это максимально прибыльная стратегия. Вот. Что я сделал? Я сделал ее, но золото стало расти очень быстро. И оно перевалило вот за эту верхушку. Что я сделал? Я выкупил вот эту верхушку и начал ее отодвигать. Но что значит, что золото выросло? Смотрите. Золото выросло, оно пробило вот этот вот уровень и пробило вот этот вот уровень сопротивления. Что это значит? Это значит, что пойдет дальше. Я просто купил дальние опционы. Посмотрите сюда. Я купил дальние опционы. Сейчас я загружаю текущую позицию. Вот она текущая позиция. И посмотрите сюда. Вот 1800 где-то было вот здесь. И сейчас 1800. Вот он 1800. Я плохо вижу. Вот отсюда. И эта позиция дает рост. Рост в данный момент 1495 дельта. Почему такая дельта? Потому что, ну, смотрите. Он немножечко начинает колебаться последнее время. Значит, здесь сейчас не 5 минут. Давайте я поставлю 4 часа. Вот. Он дорос сюда и пошел вниз. Ну, здесь я начинаю продавать уже для того, чтобы, ну, как-то фиксировать прибыль. Я начал продавать. И вот вы видите, вот горб этот увеличился. На самом деле он был вот здесь где-то. Что значит все эти цифры? Ну, те, кто проходил курс биржи для чайников и опционы, те знают, те понимают, в чем дело. И почему у меня сейчас вот такая стратегия? На самом деле еще до марта, как вы понимаете, далеко. Только завершается январь месяц, а золото уже выросло в цене. И посмотрите, что у меня сейчас. Какие позиции? 4 опционов купленных по 1800. 14 опционов купленных по 1800. Плюс 2, плюс 2 это 18. И здесь минус 26. Ну, вы видите, да? Минус 26. Потом, ну, во время экспирации у меня вроде бы прибыль будет уменьшаться, но экспирация еще далеко, и эта фигура потерпит изменения. Скорее всего, она станет кондором. Скорее всего. Потому что, ну, кондор это моя любимая фигура. Поэтому смотрите, что у меня дальше происходит. У меня вот сейчас на центральном страйке я продаю опционы. Но это вот сейчас у меня на центральном страйке минус 26, да? Но когда центральный страйк был вот здесь, вот на 1880, то у меня примерно такая же картина была здесь. Значит, были проданы. Смотрите, что я делаю. У меня. То есть я передвигаю волну дальше вперед. Я беру. Значит, вот здесь вот были у меня проданные опционы. Проданные опционы с максимальной временной стоимостью. Понимаете, да? Временная стоимость, посмотрите сюда. Это 40 долларов. А когда курс растет, временная стоимость, ну, те, кто курс по опционам закончил, они знают, что временная стоимость падает с ростом, ну, как бы с отдалением его страйка. Поэтому, что я делал? Я выкупал вот эти опционы, выкупал, то есть фиксировал по этим вот опционам убыток, вот, и продавал опционы потихонечку на центральном страйке. На центральном страйке всегда временная стоимость 40 долларов. То есть, в принципе, я торговал сейчас, вот я торгую в начале цикла, пока еще время до экспирации очень далеко, я торгую временной стоимостью. И поэтому, ну, поэтому у меня, скажем, была такая ситуация, когда, ну, вот примерно вот так. То есть, если, например, прямо сегодня, так сказать, ну, как бы, если по этому курсу произойдет экспирация, то эта стратегия принесет мне убыток, ну, как вы видите, тут, ну, в принципе, у меня держалось всегда минус 50 тысяч. Вот, убыток от текущей, от текущей позиции. Но текущая позиция сначала была 82 тысячи, потом, так сказать, я долго-долго сражался за 90 тысяч, потом за 100 тысяч, но сейчас вы видите 167 тысяч. И если даже от 167 тысяч упадет на 50 тысяч, то, в принципе, я все равно окажусь в прибыли к марту месяца. Но этого не произойдет. Почему? Потому что я постоянно мониторю, во-первых, это дело, а во-вторых, я буду перестраивать фигуру под кондор. Что я ожидаю дальше? Я ожидаю от золота дальше роста еще, ну, как минимум до 2000. Тут уже осталось сейчас 1940 долларов за унцию, значит, соответственно, до 2000 уже остается совсем немного. И смотрите, что у меня на 2000. На 2000 у меня продано 6 штук, ну, почему это было выгодно? Вот, основная часть у меня куплена вот здесь, вот, 31. На страйке 1960 куплен 31 кол. И сейчас временная стоимость 29 долларов. Мы уже подбираемся. Вы знаете, когда я покупал вот эти, я их покупал, насколько я помню, по 12 долларов за штуку. И 2070 я покупал что-то по 4 доллара за штуку. Сейчас уже 9,3. И сейчас они уже отрицательны, потому что я их перепродал уже. Вот, они выросли в два раза. Но вот эти вот я докупил. Докупил. Почему? Я покупаю низкую временную стоимость. Потом, когда цена поднимается сюда, и временная стоимость становится 40, то я вот эти вот выкупаю, выкупаю 26 и продам не только 31, но двойное количество с максимальной временной стоимостью. Вот, я продам уже, смотрите, я продам сколько? 14 плюс 2, 16, плюс 2, 18. Здесь я эти выкуплю, эти выкуплю, а вот здесь будет минус 18. То есть я продам 56 опционов кол. Для того, чтобы построить классический кол-спред. Я продам 56 опционов кол по цене, ну, в районе 40 долларов. Я надеюсь. Я надеюсь, что это будет. И, скорее всего, я, ну, я здесь уже закончу формирование вот этого, ну, гнать волну я уже дальше не буду. Либо я еще не решил, либо я еще даже вообще на 930 оставлю, вот, кол-спред, а продам вот эти вот только 31. И дальше я уже буду гнать по мере роста, будет он расти дальше или нет, я не знаю, но буду уже следить дальше и хеджировать фьючерсами. Еще раз говорю, если вы не поняли, о чем речь идет, то не делайте этого, не повторяйте этого, не пытайтесь удвоить свой депозит на срочном рынке. На срочном рынке и на опционах это сделать очень-очень совершенно спокойно, но еще легче слить весь депозит. Поэтому это очень опасная стратегия. И, прежде всего, это видео предназначено для тех, кто закончил курс по опционам. Ну, а если вы хотите научиться так же, то смотрите, я разработал курс по опционам. И, честно говоря, в опционах разбирается очень мало людей, очень мало, крайне мало, крайне мало людей. И из тех, кто понимает, что такое опционы и как в них работать, крайне мало людей могут объяснить и научить кого-то. Понимаете? И я долго думал, как это объяснить, что я очень много изучал, много видео, посмотрел по опционам, я понимал, что на этом можно заработать. Я пересмотрел много видео и не нашел ничего внятного, пришлось догонять самому. Поэтому я решил создать свой курс по опционам, он отдельный, и он платный, естественно. Ну, надо сказать, что специалисты, которые пытаются продать свои курсы, они продают свои курсы где-то в районе 40 тысяч рублей за курс по опционам. Мой курс, биржа для чайников и курс опциона вместе составляют 15 тысяч рублей всего на текущий момент. Поэтому, во-первых, он более подъемный, а во-вторых, я вам честно скажу, что мой курс лучше. Вот без всяких этих самых. Почему лучше? Ну, я лучше могу объяснить. Это мой конек. Может быть, я не такой великий специалист по опционам, но объяснить я могу лучше. Точно, совершенно. И поэтому я приглашаю вас, если вы хотите научиться торговать опционами, то курс биржа для чайников плюс опционы, он для вас. То есть это состоит из двух курсов, там два раза по полтора месяца запись занятий, она ваша навсегда будет. И, кроме того, поддержка в чате. То есть вы сможете мне непосредственно задавать все вопросы в чате, в телеграме я отвечаю. И в самых сложных случаях мы выходим на связь уже личную, и я помогаю людям решить какие-то вот эти сложные проблемы. Ну, а если вы не хотите, хотите более консервативно, не так горячо, то посмотрите сюда. Вот у меня на первом месте стоит Распадская, сейчас она дала 118% за все время, пока я купил эти акции Распадская. Это уголь, вот, 108, то есть рост в два раза тоже на акциях. И, ну, я купил ее давно, полтора года назад. То же самое я сделал с акциями Полюс, вот они, посмотрите. Здесь рост более скромный пока, вот, ну почему более скромный, потому что я сначала купил одну акцию Полюс, а потом вторую. Вот, поэтому он усредняется, покупка, поэтому рост не такой сильный. Ну, он есть. Вот, и... Ой, уже вышла в плюс у меня, смотрите, Газпромовская вот эта вот облигация, но что я хотел сказать, что у меня вот в этом портфеле на фондовом рынке, у меня присутствует достаточно большой части. 6,22% от активов это золото, ну, и на данный момент 26% это облигация, одна и еще 19% другая, то есть 50% это облигация. Это облигация. И еще есть открытие ФКИОП, значит, ну, тут доля тоже достаточно значительная, но она до 2025 года, поэтому сейчас пока можно не смотреть на ее динамику. Вообще, ну, то есть она точно не упадет. Теперь дальше, смотрите, еще одна моя позиция, это на валютном рынке. На валютном рынке у меня все просто, никаких валют я не покупаю, а купил золото. Здесь у меня 12 лотов золота куплено. И они дали рост не такой сильный, 4,53%, насколько я понимаю, вот она, Гелдеруп, Тамуру, значит, это я. А, это рост за день был. Нет, это рост с начала года. Ну, посмотри, с начала года 5% всего. Это золото в рублях. Это золото купленное в рублях. Но в рублях еще инфляция не начиналась. Я думаю, что всплеск будет, ну, где-то февраль-март инфляции сильной, то есть рубль начнет падать, и будет инфляция в России, и рубль будет падать по отношению к доллару, а доллар будет падать по отношению к золоту еще немножечко до марта. Поэтому я держу позицию золота и не намерен ее закрывать. Ну, это только на фондовом рынке, на обычном брокерском счете. Примерно такая же картина у меня на фондовом и на валютном рынке на ИИСе, индивидуальный инвестиционный счет. Поэтому, ну, в сумме там где-то в районе миллиона. И в районе 100 тысяч, я повторяю, уже было вложено, ну, там побольше миллиона, конечно, полтора миллиона. И в районе 100 тысяч у меня было вложено на срочный рынок, то есть менее 10% на срочном рынке, как я и говорил. Это рискованные активы, и вот сейчас они выросли, сейчас они уже выросли значительно. Что я буду делать в марте месяце, когда, скорее всего, рост золота прекратится? Но, скорее всего, я зафиксирую и сбалансирую портфель так, чтобы опять на срочном рынке у меня было 10% от портфеля, а на фондовом рынке все остальное, 90% на фондовом рынке. И там я опять же буду, скорее всего, консервативные инструменты покупать. И покупать я буду облигации. Облигации я буду покупать именно долларовые, те же самые, замещающие облигации, потому что я ожидаю, что в марте месяце будет последнее повышение ставки ФРС. И это значит, что процент по облигациям будет максимальный. Я буду покупать 10-летки. Почему я буду покупать 10-летки, я, наверное, объясню в следующем видео. Поэтому оставайтесь на моем канале, чтобы не пропустить ничего. Ну, а сейчас я хочу завершить. И если есть вопросы, задавайте. А сейчас лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демятков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok